Всем привет! Сегодня я решила заснять влог. У нас, кстати, вообще жуткая погода сегодня, хотя не кажется, что она плохая из-за этого цвета, но тем не менее, даже какое сегодня? Последние три дня вообще какая-то ужасная просто погода, льет дождь без остановки, и погода вот такая максимально серая и унылая, насколько это можно себе представить. И сейчас я как раз в процессе редактирования видео. Кстати, если вы сейчас смотрите этот влог, то, скорее всего, это видео вы уже видели. Если нет, то я на него обязательно оставлю ссылку. Сегодня я редактирую видео... Ух, как ярко! Ёлки-палки! Так, о, уже получше. Сегодня я редактирую видео, которое будет о том, как мой муж будет делать мне макияж. В общем-то, вот здесь вот уже практически все готово. Единственное, мне еще нужно сейчас экспортировать с другой камеры тоже отснятый материал, потому что мы снимали двумя камерами. Вот как видно, тут стоит вот вторая камера, которая снимает, что Никита делает и как он выбирал косметику. Я еще не смотрела, может там ничего не получилось, но тем не менее, вот на две камеры снимали. Посмотрим, как получится. Если интересно посмотреть, что у нас получилось и в целом это видео, то, в общем-то, ссылка на него внизу. Так, видео поехало у меня конвертироваться. А я у вас чего хотела спросить, вы такой программы, как Snapchat, вообще пользуетесь? Потому что я в последнее время на нее довольно сильно подсела. И тоже подумываю над тем, чтобы начать вести эту социальную сеть, если можно ее так назвать. Если вам интересно меня фоловить, то у меня здесь ник Beauty Benefits, как и практически во всех социальных сетях. И что оно, собственно, из себя представляет? Это как бы приложение, которое позволяет ежедневно делать какие-то маленькие влоги. Ну, вот я не знаю, включу Makeup Geek TV. И видите, в общем-то, смысл в том, что, ну, такие вот как бы фотографии, вырезки из видео. И вот эти штуки, вот это вот все хранится в базе данных всего сутки. Вот, то есть, грубо говоря, это такие ежедневные мини-вложики. И в самой базе данных этой программы это все хранится не больше суток. То есть, если вы за сутки посмотрели, то успели посмотреть, не успели, значит, не успели. В общем-то, я хочу начать вести Snapchat. Вот, еще раз повторюсь, Beauty Benefits. Вы можете меня фоловить и смотреть мои мини-пини-вложечки каждый день. А еще сегодня к нам в гости приходят друзья вечером. И я столкнулась с такой проблемой, что вчера долго думала, чтобы такое приготовить. Потому что одна девушка из нашей компании, вегетарианка. И для меня всегда это такой, знаете, целый вызов придумать какое-то интересное блюдо основное без мяса. Я, в общем-то, долго вчера рылась в интернете в поисках каких-то рецептов. И нашла на сайте еда.ру меланзана ала пармиджана. Вот такая вот штука распечаталась в рецепт. Я оставлю, кстати, ссылку внизу, если вам интересно. А у вас хочу спросить, что вы можете посоветовать приготовить вегетарианского, чтобы было основным блюдом, чтобы остальные тоже могли это съесть и не почувствовать, что это какая-то гадость, трава какая-то, салат. В общем-то, чтобы все могли этим блюдом насладиться. Я вот попробую вот это приготовить. И еще сегодня буду свой творожный пирог готовить. Кстати, буду сегодня тестировать. Ну и вчера вот приехала к нам, приехал, вернее, к нам новый кухонный комбайн. Вот такой вот. Это Kenwood, по-моему, 250-я модель. Очень крутая штука. Я вообще так давно хотела комбайн. И, кстати, это чуть ли не единственная модель, которая в себе сочетает и миксер, и замес для теста. Ну, то есть нож специальный для замеса теста. Также у него есть насадка блендера такого высокого. Для разных жидких продуктов, типа там смузи делать или супы-пюре. Вот это такой вот именно классический нож для сухих продуктов. Также здесь терки разные есть. Соковыжималка тоже для цитрусовых есть. Короче говоря, буду сегодня тестировать. И начну с приготовления своего творожного пирога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как их называют, господи, баклажаны? Также я в блендере мелко измельчила лук, чеснок там еще и орегано Это потом все нужно будет зажарить И когда оно поджарится уже, то добавить туда еще томаты И поджарить до состояния, когда основная влага выкипет И потом, собственно, все, надо это собрать, как лазанью, грубо говоря, слоями Сыром посыпать И, в принципе, все, все будет готово Я сейчас буду продолжать Прошлой полудник И потом надо будет идти с темкой гулять Но я вообще этого не хочу Вообще не хочу этого делать У меня такое впечатление, что там ураган Вот сейчас еще вообще не должно быть темно По времени Но уже вот так вот темно И вам, наверное, не видно Льет дождь, как из ведра Ветер очень сильный Короче говоря, сплошное веселье Да, Морда? А ты гулять хочешь идти? Ой, зря я, наверное, это слово сказала Сейчас не отвяжется Номеро уно готово Уже все готово С минуты на минуту ждем гостей Я еще сделала вот такую вот пиццу Там в духовке у меня вот эта штука, которую я хотела приготовить И еще пирог Ага Уже следующее утро Наша вечеринка вчера прошла просто на ура Но осталась мне сегодня Куча просто немысли еще посуды Куча уборки И самое плохое, что сегодня пятница Еще рабочий день И мало того, что мне хочется это все убирать Сейчас еще готовить Ну, завтрак это такое Но готовить еще надо еду Никите с собой на работу И, блин, я так сходь хочу Вообще просто капец Я, кстати говоря, буквально вот только что проснулась Вообще еще в своих лучшем не делала Спасибо, что провели вчерашний день со мной Я надеюсь, что вам понравился этот влог Если так и было, то, конечно же, ставьте пальцы вверх Подписывайтесь И мы с вами увидимся в следующих видео Пока Голос у меня тоже Хребет конкрет Ой, да, это бутылки Сегодня я хочу вам рассказать О своих топ-5 самых лучших продуктов Фаберлик Сразу скажу, что каждый из них Послужит отличным подарком К приближающемуся Новому году Кстати, я вам не сказала Результаты моей диеты Результаты вообще вот этой недели Мой вес сейчас составляет 58,4 Видите?